Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить эмеджер, который конкретно рассчитан на определенную рыбалку. То есть, этот эмеджер будет напоминать чем-то жука и рассчитан для поимки головля. Но, понятное дело, попутно попадается другая белая рыба. Так, крючок я взял вот такой серии, довольно-таки хорошая, по форме. Вроде бы и граб-шримп, и в то же время можно спокойно изготовить грудку для того, чтобы была хорошая плавучесть. Крючок я изначально взял шестого номера для того, чтобы отсеять всякую мелочь. И, как обычно, мы будем использовать те материалы, которые желательно, а в процессе я вам буду рассказывать, чем можно будет заменить. Для того, чтобы не прокручивалось материал, я слегка наношу капельку лака. Лак, клей, ну, любой материал, клей, клеющий состав, который сможет удержать нитку и в дальнейшем все материалы. Нитку я беру достаточно тонкую, где-то порядка 10-0. Можно 6-0, 8-0, то есть так, как вам будет удобно. Цвет здесь большой роли не играет, так как мы в основном будем все закрывать хорошо даббингом. И до буквально середины загиба мы должны с вами изготовить тело и закрепить материалы. В качестве сегментирования я буду использовать вот такой блестящий элемент, он бывает разной ширины, вот такой фирмы. Можно заменить люрексом, можно заменить проволокой, можно заменить леской. Закрепим здесь материал, чтобы не наматывать много и подхватим наш люрекс. Проматываем буквально до момента, где у нас идет уже прямая линия. Вот столько будет достаточно. Оставляем. В качестве даббинга цветовое решение может быть разным. Можно использовать и вот такой синтетически разной расцветки даббинг. Но учитывая то, что наша мушка, почему я и взял крючок достаточно толстый и тяжелый, чтобы можно было сразу погрузиться той части, которая должна находиться в воде. Поэтому я буду использовать даббинг, как говорится, вычесанный из моего любимого кота. Это может быть и собака, это может быть и кролик, это может быть любой мех, который подойдет вам по оттенку. Желательно серый, оливковый. Ну и немножечко поэкспериментируйте с разными цветами. Черный, кстати, тоже. Как вы видите, лак еще у меня не схватился, поэтому я специально его в таком состоянии оставил для того, чтобы, когда мы с вами будем сейчас наматывать даббинг, у нас достаточно хорошо проклеится и даббинг, который крепится у нас на цевье. То есть, дополнительно мы его сделаем сильнее. И я делаю, как обычно, вот такую наборочку, добавил немножко блестящих элементов, прикладываю, так, чтобы это было как штапельное формирование нашего даббинга. Равномерно распределил и буквально совсем-совсем немножечко прокрутил катушку в любую сторону, в ту, в которую вы будете потом закручивать даббинг. Для того, чтобы у меня даббинг наживился вот так вот на моей нитке. И, как обычно, до первого касания даббинга я начинаю уже подкручивать окончательно, не выпуская нить из рук. Удерживаем этот жгутик в таком положении все время. Вот мы с вами закрутили и у нас вышла вот такая даббинговая нить. И теперь аккуратно начинаем формировать наше тело. Как обычно у каждой личиночки сперва тонко, а потом уже начинаем добавлять все больше и больше для того, чтобы прийти к месту формирования грудки с определенной толщиной. Клей наш пока еще не высох, нам это достаточно этого количества. Вот мы с вами изготовили часть тела. Теперь я, как обычно, стараюсь немножечко добавить другого оттенка. Или темнее. Или, допустим, взять, как вот я зачастую делаю, беру немножечко даббинга основного наношу и уже беру вот хорошую щепотку даббинга, из которого я буду изготавливать грудку. Это синтетический этот даббинг. И его уже хорошо наношу для того, чтобы нашу грудку мы могли отделить от тела. Как вы видите, мы уже достаточно хорошо обозначили нашу грудку. Столько будет нам достаточно. Теперь мы можем, вернее, тела, столько нам места достаточно для формирования нашей грудки. И теперь можно подкрашивать, можно не подкрашивать. Я стараюсь использовать тот оттенок, который имеет мой даббинг. И в произвольном порядке выбираем для себя шаг сегментирования. дошли до места крепления грудки. Окончательно подхватываем теперь наш блестящий элемент. Как обычно в замочек и отрезаем. На место я обязательно нанесу капельку клея. клея, лака, то, что у нас будет под руками. Годится. Второй элемент, который должен у нас составлять хорошую плавучесть, это я беру вот такой обрезок пенки, придаю ей небольшую коническую форму, для того, чтобы мне было удобно крепить и в дальнейшем с ней работать. Мы с вами ее дополнительно еще потом подрежем. Значит, желательно так, чтобы мы не доходили приблизительно до колечка хотя бы пару миллиметров. Вот такими ровненькими и потом уже начинаем более посильнее, чтобы не передавить и не перерезать нашу пенку и ее подхватывать. Достаточно. Для того, чтобы не было у нас всевозможных залысин по материалу в качестве формирования грудки, я обычно беру и сразу проматываю даббингом. Буквально капельку клея нанесем на место крепления, чтобы не прокручивалась наша пенка. Сделаем даббинговую нить как всегда до первого касания и потом уже скручиваем наш даббинг. И я поднимаю нашу пенку, проматываю хорошо за пенкой, переворачиваем, подламываем и теперь уже окончательно проматываем там, где мы закрепили нашу пенку. Как вы видите, у нас ни снизу, ни сверху, если вам камера сможет передать, у нас красиво ровное тело. В качестве крыла можно использовать разные синтетические материалы, антрон, который плавающий, но я по классике жанра буду использовать мех косули. Нам понадобится небольшая щепотка по величине приблизительно как карандаш, то есть вы подберете по величине опять же своего крючка сколько вам допустим необходимо будет меха. Отрезаем обязательно подготавливаем ступку, убираем поломанные подшерсток который нам мешает и в нашу ступочку. Подровняли мех крючок и теперь как вы видите у нас все вышло как мы хотели убираем нашу ступку убираем волоски которые не подровнялись берем теперь вымеряем длину нашего крыла вот здесь вариантов изготовления крыла может быть много но обычно я всегда стараюсь для себя чтобы мое крыло было ну по длине так как мы потом будем крепить элементы заходило за загиб укладываем наш мех не отпускаем держим также подрежем мы все потом и притяжной петлей я сперва подхватываю чтобы мне было удобно здесь не проматываем и вот такими широкими витками я сперва закрепил наш мех и уже по этой нитке начинаю подходить к месту как мы с вами оставим мех вот так он у нас и останется держаться уже окончательно в крыле хорошо промотали отпускаем вот у нас должно выйти вот такое по величине крыло когда мы с вами перевернем нашей пеночкой потом будем делить его будет вполне достаточно то есть это имитация и жука и ручейника обрежем оккультуруем наш мех и будем продолжать дальше закрепили хорошо наш мех и я из древесной утки можно вот из пера цесарки сделать вырез можно из вот такого пера петушиного можно куропатку перепелку можно допустим точно так же сделать вырез из охотничьего фазана покровного пера и закрепил по бокам как вы видите обозначил немножечко лапки он у меня будет в таких вот серых тонах и теперь нам остается поделить слегка пополам как у нас будет получаться желательно чтобы было ровно наше крыло удерживаем мех я обычно беру хорошо натягиваю пленку пенку и стараюсь ее вот уложить в таком положении но мы примерили с вами нам ширины как вы видите вот всего достаточно разделили это для того чтобы наш мех сейчас нам не мешал в дальнейшей работе теперь мы берем с вами наш даббинг почему я беру этот потому что можно использовать перо павлина но это синтетический даббинг который хорошо обладает хорошей плавучестью а нам желательно чтобы наша грудка имела повышенную плавучесть и изготавливаем вот такую хорошую жирную грудку переводим нить к колечку и теперь уже окончательно с вами должны закрепить нашу пеночку следим за тем чтобы мех не подламывался укладываем еще раз проверимся по величине меня все устраивает так как у меня переведено нить колечку я делаю здесь вот такой подхватывающий один парочку оборотов сильно не придавливаем для того чтобы не переломить нашу пенку поправили еще раз проверили этого достаточно значит это необязательный элемент но как обычно я не могу оставить допустим изделия если есть возможность поставить глазки из лески я изготовил глазки подхватим их здесь вот и теперь добавим немножечко клея переломим нашу пеночку и сделаем завершающий узел вот друзья мои я немножко подкрасил место крепления глазок и вот такой эмиджер который конкретно под поимку головля готов чтобы вам было видно снизу достаточно хорошо смотрится наше тело крылышки понятное дело что в воде они у нас немножечко будут несколько длиннее значит это может быть любой жук но в принципе это больше это под имитацию ручейника пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч